Всем привет! И сегодня я расскажу вам про Twitter Bootstrap. Это такой замечательный фреймворк для создания современных кросс-браузерных и стандартизированных интерфейсов. Как несложно догадаться из названия, разработчиками данного инструментария является компания Twitter. Продуманная структура кода HTML, JavaScript и CSS дает вам возможность создавать множество самых разнообразных элементов интерфейса и сетку сайта. Свидетельством того, что Bootstrap это очень удачная разработка, является его непрерывно растущая популярность. Нынешний уровень развития этого фреймворка уже позволяет полностью создать любой веб-интерфейс. Давайте подробно разберемся, что же представляет собой Bootstrap с точки зрения разработчика и какие возможности он дает. Для начала давайте посмотрим, какие на нем можно делать сайты. Сейчас на чем угодно уже можно создать лендинг-пейдж. И Bootstrap, конечно, не стал исключением. Но, тем не менее, чаще всего Twitter Bootstrap используют для создания каких-то проектов, связанных с администрированием. Как, например, в данном случае. Это администрирование CMS-системы. Ну или же сайты каких-нибудь сервисов, которые облегчают жизнь пользователям. Как, например, здесь. Как вы видите, Twitter Bootstrap это универсальная система, с помощью которой можно создать практически любой сайт. Пример других сайтов вы можете увидеть на сайте buildwithbootstrap.com Ну и самое главное, что с помощью Twitter Bootstrap вы сможете сэкономить десятки часов времени. Ну а теперь давайте посмотрим, как это делается. Для начала нам нужно скачать Twitter Bootstrap. Для этого переходим на сайт getbootstrap.com Нажимаем на кнопку Download Bootstrap. После чего распаковываем скачанный архив. И копируем те папки, которые у нас получились, в папку, в которой будет находиться наш проект. Далее. Переходим в любой удобный вам текстовый редактор. Я, например, использую редактор Sublime Text. Поэтому буду говорить относительно него. Нажимаем кнопку Project, Add Folder to Project. В пункте меню сверху. После этого находим папку с нашим проектом. И нажимаем Open. Теперь у нас слева должна появиться менюшка с папками, которые мы скачали. Давайте рассмотрим, что же в них находится. В папке CSS находятся CSS файлы, соответственно. Есть два типа файлов. .css и .min.css По сути, эти два файла ничем друг от друга не отличаются. Только один из них предназначен для того, чтобы вы могли самостоятельно изучить, что в нем находится, и при необходимости отредактировать. Другой же файл. Он сжат. И предназначен для использования его на сайте. Так как сжатые файлы занимают гораздо меньше памяти, что позволяет скачивать их гораздо быстрее. В папке fonts находятся шрифты. Но в данный момент эти шрифты представлены в виде картинок, иконок. То есть в Twitter Bootstrap все иконки, которые вы можете увидеть, реализованы в виде шрифтов. Иконки можно найти в разделе Components, Glyph Icons. Тут находятся несколько типов шрифтов, потому что каждый шрифт предназначен для разных типов браузеров. Некоторые браузеры просто не поддерживают определенные форматы. Поэтому на всякий случай здесь представлены все четыре основные формата. Ну и в третьей папке JS находятся JavaScript файлы, в которых находятся плагины, которые позволяют добавить динамичности вашему сайту. Все плагины вы можете рассмотреть в разделе JavaScript. Как вы видите, здесь есть модальные окна такого типа. Здесь есть карусели, так называемые слайд-шоу. И еще множество других интересных плагинов. Итак, мы рассмотрели, из чего состоит Twitter Bootstrap. Короче говоря, для того, чтобы работать с Twitter Bootstrap, вам не нужно знать ни язык JavaScript, ни язык CSS.